это этюд из разряда просто на палитре осталась краска как видите я делаю имприматуру уже даже размеры корзинки здесь задала ну то есть как бы композиционно пятна расположила кстати такой способ работы пятном они линии дают точнее представление в этих самых пятнах аритме этих пятен для чтобы ромашки у меня как бы не краснели не желтели от этого марса оранжево который попался мне в имприматуру совершенно случайно не знаю буду так добро это или нет пока еще не знаю но краски дорогие конечно хочется их использовать если на палитре осталась краска то обычная затеваю небольшой этюд и сюда для художника полезно опять же они дают возможность купить краски новые которые как вы знаете стоит сейчас немало хорошие плохие получается покупать не экономично любая дешевая краска она быстро заканчивается и экономия не выходит из этого экономии и все таки так как я работаю без очков я для себя немножко это поточнее намечаю где же где будут крайние точки на его букета учиться высокий самая высокая . чтобы это тоже с этой не совпадала пусть все будет такое диагональное расположение лучше если это продумывать на берегу не все получается все и сразу там все эти ритмы увидеть и приходится что-то передвигать переделывать в дальнейшем но если вы максимально сосредоточены и как по сразу понимаете ритм ваших пятен но дальше останется только тонный цвет то естественно все получится если все учесть светлая на темном темное на светлым большое маленькое и расстояние между ними где-то прошли цвета маленький так все-таки не все краски у меня есть нужные на палитре пойду поищу ультрамарин коричневых умбр белил у меня есть красные зеленые этому всего достаточно не хватает только ультрамарина вот с ультрамарина я и начну причем с чистого закладывая просто расположение этих васильков и в дальнейшем где-то будут оставаться звук чистого ультрамарина на свету они естественно более голубые в тенях они естественно более фиолетовые я бы сказала более теплые фиолетовые естественно теплее чем голубой об этом есть видео на моем канале конечно хочется что букет был пушистичен вот эти несколько искусственных веточках васильков и здесь мы имеем полное право нарисовать один васильок два раза может быть и три но важно следить за ритмом этих пятен вместо коричневого почему-то фиолетовое но это очень даже неплохо я просто сейчас возьму изумрудную и из этой фиолетовое сделаю нужный мне коричневый вот 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 так даже интересно чем намешивать какой-то цвет на палитре нужно создать его прямо непосредственно самой работе сейчас я так обычно не делаю но у меня даже можно работать и необычно я хочу взять есть и нарисовать эту ромашку стараться с натурой и прямо началась нет над нарисовать такие составляют центр здесь композиции поэтому может быть и смыслом не махать здесь кистью ромашки не очень прям выглядят естественным образом но если плохо нарисовать будет естественнее выглядело и как бы искусственные цветы не старайтесь вырисовывать вот и дула в этом как раз секрет их естественности в недосказанном объекте зритель быстрее увидеть то что ему хочется увидеть и наш мозг так именно и работает по каким-то фрагментом по каким-то намеком мы узнаем объект поэтому в общем то почему не всегда важен там все трещинки нарисовать все печеньки мне даже скажут совсем не важно прорисовать все подробности важно подробности найти местах тихо рисовать в других местах этого не делать с чужих картинки это легче намного сделать в смысле легче за вас это уже все сделал хрустник но это не интересно если копировать и что это надо копировать шедевры надо копировать великих и учиться на них вот такой вот композиционный центр дальше можно продолжать я считаю махать веником сейчас в поисках нужного тона и цвета большого пятна и вот важно сравнить эти мне сейчас коричневый коричневый фон коричневым даже мне зеленоватым и надо кажется и вот абсолютно абсолютно красная на этом фоне красная на этом фоне это корзинка и эти красные оттенки наблюдаются еще здесь в тенях и они как бы плавно переходят к таким зеленым зеленым буду смешивать из разных синих и конечно конечно чтобы эти синие и и плюс желтые сделать сложными я вот у себя нашла черную краску и получился вот такой зеленоватый цвет холодный зеленоватый сложный но темный поэтому немножко здесь можно позволить добавить с него больше белил тем более вот эта имприматура она тоже подъезд довольно сильно цвет изменится только в более теплую более темную сторону я смело здесь могу чуть перри переборщить со светлотой и с холодом сейчас у меня зеленая краска и проплаченные такие цвета здесь в холодных местах и ручкой потом уши на зеленая и 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 сейчас уже одна закрасилась тоже ничего страшного установим но важнее гораздо сделать фон так плоскость такую растяжку чем сейчас брать маленькую кисть и вот это вот обводить эту ромашку пытаясь как бы сохранить ее рисунок вот здесь вот пошла уже теплота падающих теней как раз вот эти синие меня смешиваются вот эти коричневые эти силы вы так спрашиваете надо какие краски использовала для фона вот все что я использовала здесь я использую для фона чтобы он не выглядел каким-то другим не подходящим изображение ты если в одежде довольно трудно пугались этом купать подбирать все просто вы на одной палитре все намешали и у вас все это уже есть надо идти за пуговицами в другой магазин подбирая их к цвету пальто немало коричневых красных это прям хатный красный суда не вижу прям к разная красная и Продолжение следует... Продолжение следует... Как раз из-за того, что у нее красные половки, она кажется мне здесь сейчас зеленоватой. Вот этого оранжа избавиться тщательнее, чтобы она не мешала. А здесь сбит чуть красным. Вот можно с лужей начинать что-то рисовать, уточнять. Потому что тонально вроде похоже. Более светлые васильки будут на свету. Как бы так, это темный силуэт, кроме корзинки. Если на раз-два-три... Раз, это светлая, да? Свет. Свет. Самая темная корзинка, средняя тонная, это как раз букет. Вот здесь можно мастихинчиком прижать. Я рисовала щетиной кистью. И такие мощные там остались следы от этой кисти. С другой стороны, для этюда, мне кажется, это даже выносит такую живинку. Ну, вот как кому нравится. Вот такая фактура может тащить фон с дальнего плана. Поэтому чуть-чуть я поряжу. Вот таким образом. Эти мазки, чтобы здесь как раз вот фактурно написав корзинку, вытащить ее за счет этого на первый план. Вот такие секреты. Так, где-то восстановить ромашку. Вот видите, как сильно влияет фон, да? Пока она была написана без фона, в общем-то, она и на ромашку-то не очень похожа была. И сейчас, когда найдены эти отношения между всеми предметами натюрморта и фоном, появляются узнаваемые какие-то объекты. Пятнышки становятся похожи на цветы, на корзинки и так далее. Молшебная сила. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мало сохранить чистый цвет, мало купить хорошие краски. Гораздо важнее попасть в цветовые и тональные отношения. Чем точнее попасть, тем васильковее будут ваши васильки. Пишите с натуры. Конечно, повторять чужие работы на первых порах тоже хорошая практика. Но ставьте перед собой задачи, ставьте натюрморды, пишите пейзажи. Если у вас есть эта счастливая возможность выйти с детюдником куда-то на улице или в поле, в лесу, это самые лучшие варианты учиться у природы. Там все в гармонии. Натюрмор может неудачный. Конечно, тоже простоясь. Продолжение следует... В пейзаже. Всегда хармония уже есть. Важно ее увидеть и запечатлеть. Если вы слышите эти звуки, то не пукайтесь, это снег всего лишь с крыши сваливается. Очередное потепление среди зимы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У вас есть в тюбике с красками. В этом случае лучше. Вот в этой работе. Продолжение следует... 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 Вот так я заканчиваю сегодня свой этюд. Ну, в общем, сама идея экономить краску так себе. Ее, естественно, надо додавливать. Ее, в принципе, надо как бы рассчитывать именно на эту работу, которую вы сейчас будете делать. Ну, да ладно. А вот про полосочки. Очень хороший способ сначала их нарисовать, потом снять мастихином все. И не только в полоски, но и в корзинке. Видите, я применяла именно тот же самый прием. Поэтому вот прорисовывая, прорисовывая, где-то берете краску широким мастихином, большим снимаете. И у вас получается так не очень навязчиво. Ну, а с вами я сегодня прощаюсь. Творческих вам удач. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok